всем здравствуйте мы сейчас стоим на тиможенной площади я вам хочу показать смотрите вот туда польский спуск потом там девилановский спуск а вот это началась стройка здесь по улице приморская сняли было училище морское и вот здесь будет большая стройка вот от угла вот это получается угол польской с польский спуск да и приморская и приморская да вот эти вот это да ну понятно я сняла да а за спиной у нас порт наш одесский порт который построил дэвалан ну он не построил он был инженера он сконструировал нашел место рассчитал да вот хочу вам показать вот с этой стороны по моему суворов а там дэвалан вот они везут сос да там давала поэтому здесь рядом и спуск дэвалана нет шо нет я зубы и бас а это дизель басать что ты прожил 51 год сила 49 тысячи 800 как интересный да пойдем посмотрим здесь создавал да так портик-портик вот видите здесь вход закрыт здесь не пройти без пропуска или не проехать без пропуска просто так надо уходи здесь проезжая часть считается сейчас мы здесь и смотреть это там памятник стоит ленину не ну конечно не ленину но поза у него ленина мы пойдем другим а это дэвалан да но сам сам покажу видите какое интересное лицо у него франц дэвалан 1900 1753 1818 вот это вот порт одесса сейчас посмотрим да а сотри это шоу он они думал он жиромовский спуск меня он и сюда же вы есть он жиромовский спуск сейчас да 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 с нас мы проходим здесь такой маленький скверик и здесь памятник матросы ну ты что-ка мы сейчас григорий макитович вакулинчук а 7807 1905 видно в революции да да вот смотрите вот это вот это уже вот там польский спуск идет получается шахта вам покажу он видите лесен лестница это лонжероновский спуск бывший ласточки на спуск смотри такой дома все сикарно в этом доме жил горький да и не только горький но и green да вот эти вам посмотрите он там когда горький еще не был писателем а он приехал в порт владел докером работать зарабатывать тоже тогда не был писателем так вот смотрите теперь вот там памятник потемкинсом который стоял на екатерининской площади которая раньше была площадь потемкинсов площадь не знаю площадь потемкинсов да вот видите оказывает дэвалановский спуск получается мы не видим отсюда да вон только здание только там же сейчас идет реконструкция говорят что то столько денег в бухали на коммуникации а по дэвалановску спуску если подняться отсюда вверх мы выходим на еврейскую улицу сейчас а сейчас еврейская руб бебеля была а это улица получается дэвалановск еще дэвалановский спуск еще называют называли яма да здесь идет вот такая лестница серьезная дома там есть да 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 вот эти вот все дома это туда по ней по дэвалановску там вот даже есть лестница вот подняться можно или спуститься на туда а спуск карантинный вон не дэвалановский да карантинный спуск и дэвалановская называться как-то еще называлась тоже карантинный фу карантинная ой господи как их подсказанная я не помню как но я мог была карантинной тоже называлась давалановский спуск назывался и карантинный спуск а сейчас это сейчас они здесь по-моему карантинная это было пусть ругаются а вот там наверху улица олеши там вот если пройти пройти на сейчас то лишь до сейчас алис не надо посмотри я хотел тебе показать джедай да 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 нет я на другое сказал не надо а смотрит оттон красавец я на солнце получается его показ и и мы выходим на улицу канатная бывшая свердлова канатная очень длинная улица она начинается от моря слева вот если туда вот туда сейчас я поверну покажу оттуда начинать ну и там же и море да от порта от моря вот там начинается а заканчивается проспект гигарина да аж там первая вторая станция черноморки сантана 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 да а зачем мы перешли нам зло бы на ту сторону снимать удобнее солнце сантана улица канатная дом как крепость построена сомневаться это средняя мореходка сейчас я покажу вот всегда здание здесь очень красиво 302 303 вот очень много здесь разных табличек кто здесь учился кто здесь преподавал у меня есть видео где мы я снимаю полностью канатную мы снимаем и это все мы в принципе показываем идем дальше по улице канатная то была канатная 10 а здесь двор канатная 9 закрыт двор но вы да это видно с той стороны ну да вообще не знаю сморозливская пока что дворец да вот вот и закрыли и нам тоже туда не зайти ну хорошо вот ну здесь конечно все дома как на подбор как и на морзливской это дворцы настоящие дворцы очень красивые здесь дома очень красивые здесь дома дворы закрыты ну понятно то мы доходим до улицы греческая да да это греческая сейчас мы ее покажем вот вот здесь осторожно 15 номер посмотрите вот стройка вот это вот тот дом это отсюда понял это не сморозливской это по здесь греческая видно собой в конце да 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 ага здорово ну отсюда с этого угла не видно что я показываю да дерево загораживает да да открываются ворота там машина едет да да ну что мы можем забежать быстренько жадинки не пускают нас ну что ты сделаешь да закрывают ворота закрывают потому что и воруют и много инцидентов неприятных поэтому люди не хотят чтоб заходили чужие и лазили а смотри что то здесь за табличкой висит в этом в будинку жив Василий Таиров да Василий Егорович Таиров основник института виноградовства и гробництва имени Таирова ага ну здесь вот что то тоже не успеем зайти нет не успеем но если бы побежали бы успели бы а он стоит и самоклассник ну и что а специально смотрят чтоб мы не зашли ну да ну и вот на фоне дворцов вот такая Сталинка это Сталинка не Хрущевка не Хрущевка нет нет пять где пять раз два три четыре а внизу пятый здесь двор хрущевка не строилась с проходным двором угу угу нет год двадцать пять назад идет знакомый сварщик Я вспомнил, даже с кем. А вот здесь улица Бунина, бывшая полицейская. В советское время розырит сундук. Красивое здание построили, новое, но красивое. Красивое, да, красивое. А вот это вот мы идем с левой стороны, здесь были казармы. А сейчас это... Да, да, казармы. Не будем. Я все время путаю названия, поэтому я не буду говорить. А сейчас здесь школа полиции. Или институт полиции. Вот так вот это здание отсюда смотрится. Ну, здесь, видите, остановка троллейбусная. Ну, здесь и маршрутки останавливаются. Да здесь перейдем или дальше? Ну, где удобно, здесь и перейдем. Направо-то ими сюда, да? Да. Ну, куда как-то. Это мы проходим Канат на 23. Сейчас перейдем. А это вот переулочек. Это прямо к парку Шевченко. Это главный... Вот, смотрите, тоже новое здание. Выходишь прямо к памятнику Тараса Григорьевича Шевченко. На Морозлиевской. Да. И там это главный вход в парк Шевченко. Но там была карантинная зона. Ну, наверное. Это мы подошли к улице Жуковского. В Саврецкое время тоже было Жуковского. А вот Царское, не помню, очень личное. Не помню. Не помню, зачем говоришь? Одна из немногих улиц, которая в советское время... Не переименовывалась, да. А это считается Сабанский переулок, посмотри. Вот мы прошли, тот мы прошли. Это был Сабанский переулок. И вот это здание считается по адресу Сабанский переулок. Да. Привет. На Канатной улице психдиспансер был. Ну, он и сейчас есть. Но у нас сказали, что все закрывают. Там были кафедры мединститута. Сейчас я не знаю, есть они там или нет. Что и должен быть. Но машины нет. Смотрите, этот дом. Нет, кому не стыдно. Шикарный. Просто шикарный. Но там надо своей машиной пить. А в случае, если я так не знаю. То Канатная, 28. Вот смотрите. Вот туда можно зайти во двор. Смотрите, этот дом. Идем туда, перейдем. Хорошо. Ну, что здесь опасно. Так, вот психдиспансер. Вон пешеходный переход. И что, мы вернемся сюда во двор? Я во двор же хотела. Нет, мы возвращаться уже не будем. Ну, все, давайте. В машину. Боже, что там за уже застройка пока? Сколько века на еврейском? Почему века? Ее там не было недавно буквально. Это мы идем сейчас на улицу Еврейская. Бебеля. Советское время. Твой дом номер один. И что? Нет, я имею в виду, что этот дом относится к... К канатный. А этот дом номер один. Ага. Можешь зайти сюда. Нет, сам нечего снимать. Тут двор было, а здесь соком снимать. А, так нам же надо один. Вот он. Что ж ты молчишь? А я сказал? Ну, я не врубилась. Это, смотрите, вот дом номер один по-еврейской. И вот тут же там новостройка. Еврейская три, наверное. Но ворота закрыты. Только что зашел мальчик. Но он вряд ли нас спустит. Да, ворота закрыты. Смотрите, этот полкон. На мельчик архитектуре. Конечно. Вот. Мы не можем снять. Архитектуре Гансеров. 1880 год. Да. Вот еврейская один. Ну, всё. Ну, вот здесь тоже еврейская. С другой стороны. Стройка. Так. Хорошо. Идём здесь. На чётную сторону. Здесь можно идти по дороге. Я не хочу поэтому идти. Я поэтому хочу. Идём здесь не ворота. По дороге, так что-то тут же машина ходит. Ну, смотри. Какой лев сверху. Мы идём по брусчатке. А это вот эта улица Алёши, да? Алеши. Не, она же, по-моему, заканчивается... А, ну, сейчас не здесь. Ну, сейчас посмотрим. Не на еврейской. Она, по-моему, на Жуковского. Ну, сейчас посмотрим. Да, это вообще какая-то одна. Да, да. Не, Олеша уже там закончил, на Жуковского. А это сейчас посмотрим. Утёса в караоке. Смотрите. Карантинная. Это карантинная. Ничего себе. 17. Фух. Смотри, это здание. Да, один квартальчик улицы. Да. Там, получается, был карантинный спуск. Карантинный спуск, а это улица карантинная. Телекомпания «Круг». Угу. Медведев Дмитрий Николаевич. В этом доме жил руководитель партизанского соединения, действующего на Украине в период Великой Отечественной и Войны Герой Советского Союза. А это вот Девилановский спуск. Начинается. Начинается, да. Вот здесь. А что там написано? Юрейская 4А. Ага. 4А. Вот это Девилановский спуск. То, что мы прошли. Снизу не было видно. Здесь идёт реконструкция, перестройка, стройка. В общем, меняется всё. Здесь был когда-то мост. Вот. И вот это седьмой номер. Здесь где-то был, вот с этой стороны справа, был хлебный магазин. Ну, по-моему, дальше. Это еврейская 6. Я не помню. Или там был хлебный магазин. Ты посмотри. Потому что мост я помню. Слева улица Осипова. А знаете, чего я помню? Потому что на этой же улице жила и моя мама, и моя бабушка, и бабушки-тётя. То есть моя двоюродная бабушка с семьёй. Здесь все жили. Ты маленькая, будешь не убегать. Да. Да. А вот, понимаешь, вспомнить не могу. Дожди. Они жили или 15-й, или 17-й номер. Ну, как это дальше. Да. Но я почему-то хорошо запомнила своими на мост. Потому что я как-то на косую шла за хлебом. Там пирожные продавали. Вот что-то такое детские воспоминания. Я, ну, немножко не могу вспомнить. Они жили в коммуналке. Очень весело жили. И отсюда очень удобно ходить на море. Близко мы ходили пешком. Через парк Шевченко. Да, да. У меня такие детские воспоминания. Я не совсем все помню. Справа переходим в улицу Польскую. Да, вот улица Польская. На Польский спуск переходим в улицу Польскую. Да, в улицу Польскую, да. Нет, вообще, мы прошли дом, где жила тетя. Вот там. Ну, тетя я называю. Я ее тетя всегда называла. Потому что я помню, что там был маленький дом. Значит, значит, нет. Нет, но по той стороне они жили. По той. А это полиция, кстати. И здесь музей полиции есть. И вот в этом музее рассказывают про, вот, фильм «Ликвидация», вот, про этого полицейского. Много управления национальной полицией в Одесской области. А вот здесь есть музей, посвященный настоящему полицейскому прототипу в фильме «Ликвидация». Вот, часть, честь, нижнесть, благородство оперативным шпевробытникам одесского карантин... Карла Воросшику, после военных роков, вдячной Одесситы. Одесситы. Вот видите, такой памятник. И там есть музей. На экскурсии, по-моему, надо записываться. Вот я так... Я не вижу такого, чтобы был какой-то вход прямой, да? Да. Это музей было написано. Вот музей. А, вот, да? Ага. А, тут был ремонт. Здесь был все время ремонт, а здесь было закрыто. Угу. Постоянно. Вот, Народный музей истории ОВС Одесской области. Вот, видите. Заснованных музею полковник милиции Доведенко Василий Григорьевич. Да. Тогда еще была милиция. Только интересно, закрыто? Закрыто. Да. Да. Вот так вот. Так что, если будете смотреть фильм Рекредация, это настоящий герой. Это непридуманный, как это называется, сюжет. Это личность. Это был настоящий такой полицейский, ой, милиционер. И вышли мы на улицу Пушкинскую. И вышли мы на улицу Пушкинскую. Я не знаю. Наш что? Я не знаю. Это включился, скорее. И что-то в Одесе говорят, что они пошли бы направо, но мы все находимся, да? Все, до 30 номера далеко? Ага, я хочу показать мамин двор, сделать ей приятно, чтобы она посмотрела Когда я была маленькая, бабушка меня водила в этот двор И тогда еще жили все соседи, которых бабушка знала Это 20 номер, еще 10 номер Ага, которых бабушка знала, водила, меня порассказывала, показывала Мы заходили в гости А сейчас уже мама со своей сестрой приходили тоже сами в этот двор уже там Никто никого не знает, они спрашивают С 1954 по 1966 жив академик Нан АЭМ, Украины, заслуженный деятель, Константин Сергеевич Терновский А здесь Корабельников Иван Данилович жил в этом доме, доктор медицинских наук, профессор А Штеренгерц, я с ним вместе работала В этом доме жил доктор медицинских наук, профессор Александр Эфимович Теренгерц Я его лично знала, с ним работала, когда я работала в управлении санаториями Это был великолепный человек, умнейший, добрейшей души Он всегда помогал людям, всегда смеялся, улыбался, шутил Великолепный был человек, у него много научных работ В общем, сейчас увидела, вспомнила Да, я тогда была совсем молодая Сколько тебе было, лет двадцать или девятнадцать Ну, она девятнадцать Уже сами не помню Кормоводинка, Кормоводинка Да, 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 да И вышли мы на улицу Мишельевскую Советское время, улица Ленина А, по-моему, очень длинное видео Это действующая синагога Да, это действующая синагога Мы как-то видели, как там свадьба была Ну, не свадьба, а, видно, регистрация Да, там жених с невестой, там такой шалаш был построен Очень красиво Рвин Да, очень красиво Очень интересно было Мы вот вчера снимали видео Я его сегодня выложу Придем домой Я вчерашнее сегодня выложу Потому что мы вечером снимали Вчерашнее, суббота А сегодня, кстати, я сказала, какое? Я не сказала Сегодня воскресенье Девятнадцатое сентября А, что я говорила Вчера вот мы ехали Много иностранцев было И сейчас мы опять, знаете, ехали на троллейбусе На общественном транспорте И мы опять встретили В троллейбус зашло много иностранцев Ну, это, по-моему, поляки были, да? Они пшекали Вот То есть в Идисе очень много приезжих Отдыхающих Не только с постсоветской территории Очень много иностранцев, да? Мы потом видели немцев много А немцев вот сразу видно Да? У них какой-то такой вот тридцатый номер Да, он здесь всегда открыт Кстати, вот смотрите Мамочка, для тебя Тридцатый номер Мы заходим Вот здесь слева мама рассказывала Жила ее подруга Так, ага Они вот там Сейчас На третьем этаже Сейчас Вот Вот там они жили Третий этаж Вот это их парадная была Что-то такое маленькое, кажется Ну, это когда маленькое было Оказалось, а большая Это вот окна в парадную Это окна вот на третьем этаже Это были их Их квартира была Бабушки Вот смотрите, парадная Такая здесь Видите? Обалдеть Ой Ой, обалдеть Меня шьет А вот здесь жила Мамина подруга Они с ней поддерживают Отношения до сих пор Мами уже Ой, пробила Слезу пустила Ну, давай Коты А, смотрите, гостиница Коты Это святое Посмотрим Посмотрим Ты будешь играться с нами? Будешь играться? Ой, боже Посмотрим Красавец А рядом здесь гостиница Расписная Ну, мы уже туда не будем заходить Там очень красивый тоже двор Но я его показывала Еврейская 32 Почему не будем Зайдем, покажем Ну, давай покажем Уже длинное видео Уже можно заканчивать Вот видите Кофейна Гейфера 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 Да все Дальше покажи Вот это же Здесь очень сложно показать Здесь такой узкий Проем Сейчас Вот пушки Видите Вот сейчас я здесь покажу Вот там вверху водяной Сейчас, наверное, надо так показывать С того угла Сейчас Потому что так здесь не увидишь Вот смотрите Плюс отсвечивает солнце Видите Это все гостиница Здесь Это двор-гостиница Его специально здесь разрисовывали Вот смотрите Вот там водяной По-моему, дальше утесов вверху Да? Над водяным Да А здесь А, это, по-моему, дерибас Слева с улором А, вот это Ой По-моему, там Девулан А вверху Ленин, по-моему Нет Какой Ленин? Нет Нет Фух Да, это именно в Одессе Немки Все, даже грамота А, рекорд Найбольшая настинная художная объемная роспись Понял? Самый большой роспись Игорь, ты читай, не надо переводить Все понятно Найбольшая настинная художная объемная роспись Все И шли А, ну что-то тогда встаем Я же про чего тебе Ну а что мы тогда встаемся И скамеечка Ворота Ну там тоже все Ну, что же мы будем заканчивать Потому что и так Очень длинное видео Не знаю, досмотрите ли вы его до конца Все равно всех вас Говорю всем вам спасибо Обнимаю, целую Счастья и здоровья всем Субтитры сделал DimaTorzok